Слушайте, очередной путинский прорыв не состоялся или, правильнее будет сказать, накрылся медным тазом. Речь вот о чем. Семь лет назад на волне ура патриотического подъема, олимпийские победы, Крым наш и так далее, при Сколково образовалась некая контора Космокурс. Основатели Космокурса тут же поспешили с громкими заявлениями, мол, мы займем 50% мирового рынка космического туризма, дайте немного времени, к 2025 году порвем маска, как тузик, грелку. Частный космодром обещали построить, невиданный доселе ракета-носитель создать, в общем, планов было. Но сегодня стало известно место старта – Нижегородская область. Именно там построят первый в России частный космодром, с которого любой, у кого хватит средств, сможет отправиться за своей порцией космических, в прямом смысле этого слова, впечатлений. Предварительное соглашение с местными властями уже подписано, дальше согласование, выбор площадки. Как анонсируют авторы проекта, первый полет с Байконура регионального разлива состоится в 2025 году. Ничего вам эта история не напомнила? Да-да-да, пропагандисты показывали какие-то мультики, графики, рисунки, выпрыгивали из штанов от переполняющего их чувство гордости, рассказывали байки «Да мы, да ух!» Разумеется, повествование велось, как обычно, с их любимой оговоркой «Будет!» И вот сегодня выяснилось, что все-таки не будет. 6 апреля 2021 года глава космокурса с говорящей фамилией Пушкин объявил о закрытии. Своей шарашке вот и сказке конец. Интересно, кто ж так подсиропил-то? Что за сволочь? Такой рывок обломали. Обама с Трампом не могли. И в отставку ушли их, огурцы, помидоры на дачах теперь выращивают. Байдена не сегодня-завтра признают в России нежелательной организацией, да и контрсанкции против него ввели. В Нижний въехать человек не может. Навальный сидит. Тогда кто? Может, Зеленский? Надо подумать. Ну а мы начинаем. Если говорить серьезно, ну вы сами все поняли, что произошло. Да то же, что и всегда. Поскольку все путинские рывки и прорывы совершаются исключительно на бумаге или в телевизоре. Вообще, Владимир Владимирович уникальный человек. Самый главный его талант – это пускание пыли в глаза. Ну вот, пожалуйста, еще один пример из свеженького. На днях все пропагандистские СМИ буквально пестрили сообщениями. Путин подписал закон о гаражной амнистии. Ну вот. Президент России Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Президент России Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Владимир Путин подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Она стартует 1 сентября и продлится 5 лет до 2026 года. Звучит круто, верно? А подача какая? Великий кормчий совершил подвиг. Настоящий подарок гражданам сделал президент. Теперь земля под твоим гаражом тоже твоя, просто напиши заявление Вот сейчас предлагаю разобраться, что же все-таки произошло на самом деле А ничего не произошло На пальцах, как обычно, стоял у человека где-то гараж Причем стоял он в этом месте со времен царя Гороха Речь в подписанном вчера законе идет о гаражах, установленных до 2004 года И вот в какой-то момент там начали пугать людей, мол, землю отберем Потому что ошибка нужна на государству Хотя зачем государству эти два квадратных метра непонятно, но напугать получилось Люди, конечно, задергались и тут Опа, царь, на белом коне, да с подарками Говорит, а ладно, холопы Государство не обеднеет, забирайте Теперь главное, с точки зрения реальных телодвижений вообще ничего не случилось Этот гараж у человека, повторюсь, как стоял где-то там сто лет, так и дальше будет стоять Обратите внимание, какую бурную деятельность вокруг данной истории чиноши во главе с Солнцеликим изобразили Собирали комиссии, экспертов привлекали, заседали, обсуждали, принимали, голосовали, спорили Миллионы бюджетных рублей на эту карусель ухнули А по итогу до две бумажки написали и оставили все как есть Но в голове у Вани-то отложилось А раб галерный не сидит, сложа руки пашет И он все время так пашет Одно сплошное ИВБД Изображаем видимость бурной деятельности Это реальная журналистика Нет повода без повода В темах сегодняшнего выпуска Поехали! Впрочем, не только на самом верху чиновники бурную деятельность изображают Это вообще похожий тренд общероссийский В Санкт-Петербург вас приглашаю Вот совершенно идиотская история, на мой взгляд Обратилась подписчица Человек живет в коммуналке С незапамятных времен она там живет Дом очень старый И проектом дома изначально в квартире не предусмотрено ванной комнаты Ну, строилось здание в послевоенные годы Потому что не до роскоши тогда было По прошествии времени В 80-е Администрация тогда еще Ленинграда Решила пойти жильцам навстречу Они жаловались постоянно И, значит, разрешили людям установить эти самые ванны На кухнях Больше негде Причем специалисты из жилконтор устанавливали Это прошло еще 40 лет Угадайте, что вокруг того дома происходит сегодня А сегодня коммунальщики ходят по квартирам с проверками И штрафы местным выписывают Мол, самовольная постройка и бла-бла-бла В момент приватизации вот у нас первая комната была приватизирована Ванна у нас уже стояла Ко мне пришла представительница МВК Зафиксировала незаконную перепланировку И сказала, что по закону ванной в кухне быть не должно С одной стороны смешно, а с другой Чего этим людям делать? Да в тазике мыться, как после войны Так война закончилась 76 лет назад Пропагандисты вон про космический туризм по ящику распинаются А простейший вопрос С многоквартирным домом, да в центре Питера Ченуши решить не могут Несколько раз жильцы обращались за помощью к властям К Беглову конкретно Людей приглашали на встречи Обещали помочь, но после каждой такой встречи Снова приходили проверки И снова выписывались штрафы Ай, молодцы какие Они мне сказали так Хорошо, по-человечески Можно так Мы к вам придем с проверкой в октябре месяце Когда подойдет срок подписания Вы ванну снимите А мы уйдем, вы ее поставите В Волгоградскую область вас приглашаю Где накануне состоялся суд Об условно-досрочном освобождении Одного из фигурантов Так называемого Московского отдела Егора Лесных Посадили парня за участие в несанкционированном митинге Летом 2019-го Ну помните, тогда кандидатов от оппозиции До участия в столичных выборах не допускали Люди вышли на улицы, чтобы поддержать Этих незарегистрированных кандидатов А потом случилась массовая посадка Случайных митингующих Одним из таких посаженных стал как раз Лесных Полтора года прошло У парня появилась возможность выйти полдону Отпустите уже и так Полтора года по сути ни за что промариновали Нет Волгоградский областной суд изучил материалы Относительно пребывания парня в ИК И пришел к выводу Мужчина все еще не встал на путь исправления А знаете, что Егор нарушил-то, сидя в колонии Ну исходя из чего судья пришел к выводу Будь то Лесных и не встал На этот долбанный путь исправления Держитесь за что-нибудь Форму одежды Ах, вы не понимаете, что это значит Пуговицу, блин, не застегнул Полтора года За незастегнутую пуговицу Хляпота Ну и под занавес В мой родной Екатеринбург Предлагаю переместиться Где в конце прошлой недели Напали на моего коллегу Журналиста информационного агентства Гермак Медиа Александра Агафонова Случилось это вечером недалеко от его дома Двое неизвестных Подбежали сзади и нанесли несколько ударов По голове металлической тросью Итог Закрытая черепно-мозговая травма Сотрясение Парень потерял много крови Версия нападения у нас только одна Профессиональная деятельность Дело в том, что ребята с Ермака Уже продолжительное время Работают по теме похоронной мафии Причем и как журналисты И как общественники Нарыли массу неприятных для жуликов материалов Установили и доказали связь бандитов С чиновниками из городской администрации Обязательно в одном из следующих выпусков Поведаю вам эту историю Парням регулярно поступали угрозы На главного редактора агентства Моего хорошего товарища Николая Тоже недавно напали И вот теперь Его журналист пострадал Здравствуйте, друзья В эфире спецвыпуск Спасибо, что не 90-е Очередной рывок или прорыв Как хотите Наметний произошел в Екатеринбурге Бандиты напали на нашего журналиста Я упал на колени Начались беспорядочные удары Уже в область моей головы И туловище Ногами, руками Ну и вот этими металлическими трубками Омерзительнее всего Стала реакция на случившееся Со стороны правоохранительных органов Сразу после нападения Травмированный Агафонов Нашел в себе силы Позвонить в скорую и в полицию Так вот, скорая-то приехала А полиция нет Представляете, на человека напали Пробили голову железкой И совершено преступление Уверен, что и по скорой На пульт дежурного То же сообщение ушло Пофигу Разве силовые структуры В сегодняшней России Для борьбы с реальной преступностью Существуют? Для защиты граждан? Нет, конечно Вот если бы мой коллега Лайк в соцсетях поставил Под спорным постом Роту ОМОНа прислали бы тут же А так подумаешь Чуть не убили Друзья, к этой истории Мы тоже еще вернемся Сейчас пока мало конкретики А фантазировать не хочется Поэтому Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете Подписывайтесь на оба наших канала В соцсетях тоже жду В друзья добавляйте С темы предлагайте Хочу возобновить формат работы По вашим обращениям Не оставайтесь равнодушными И к чужой беде тоже За всем спешу откланяться Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok